Телеканал КРТ представляет. В итоге суды и полиция как перекрутили, что вот тот человек, которого били ногами, он оказывается виноват. А тот, кто его бил ногами, является жертвой. Вот недавно, ну, собственно, вчера были обыски у Кирилла Стримаусова, блогера из Херсона, он неоднократно бывал в эфире КРТ. Тоже придумали. Для чего обыски? Ну, вот просто он где-то там, это то, что уже стало известно от него, у какой-то женщины, которая проходит по делу о сепаратизме, в телефоне нашли номер телефона Кирилла Стримаусова. Поэтому пришли к нему, у человека пятеро детей, и проводили обыски. А Ларчик открывается просто. В Херсон приезжает Владимир Зеленский. Владимир Зеленский во время предыдущего визита в Херсон стремился, мне понравился, задавал неправильные вопросы. Владимир Зеленский, он же давал, по-моему, интервью, по-моему, украинской правде. Он там откровенно сказал, что он не любит, когда его критикуют, не любит, когда о нем плохо отзываются. Ну, вот эти вот халуи, халдеи взяли под козырек, все, нейтрализовали человека. Видели сегодня, может быть, видео уже по социальным сетям гуляет, как этот вот наш президент в баскетбол играет. А чем занимаются эти халдеи, когда он, понимая, забивает мяч? Бурные аплодисменты, переходящие в овации. Если бы, как бы, можно было, а может быть, когда это дойдет? Они скоро снимут штаны, извините, минеты ему начнут делать там по очереди. Ну, давайте, я понимаю, окей, но, слушайте, не только украинский президент играет в баскетбол, американский тоже играет в баскетбол. Я не вижу здесь, на самом деле, ничего плохого. В стране все замечательно, и ничего плохого в стране не происходит. Ну, а что, президент, это не человек, по-вашему? Ни падение уровня жизни, ни вот эта вот какая-то афера непонятная с коронавирусом. При этом, на эту аферу нахожусь... Почему, вирус существует? Ну, он существует, но переоценена, скажем так, опасность этого коронавируса. Перед нами пример Беларуси, Швеции. Смирная охрана, злодорожная Беларусь, Швеции. Ну, я Беларусью возьму близенько к нам. Но там авторитарный режим. Да, авторитарный режим. А в Швеции нормально. Пик достигли они примерно в мае тысячи человек, сейчас у них меньше 50 новых. Без всяких карантинов. Да, там, как бы, повышенная боеготовность медицинских учреждений, но без всяких карантинов. И вот, у него все хорошо. Только остается вот эту дешевую популярность получать за счет баскетбольщика. Поиграл, затянул в мячик. Человек, ты сделай так, чтобы заводы начали работать. Те заводы хотя бы, которые у нас уже работали. Где наше судостроение? Где авиастроение? Где машиностроение? Горарная сверхдержава и этот баскетболист. У вас завышенное ожидание от политиков, в принципе, и от власти. Причина боязни телеканалов и КРТ. Потому что власти нечем парировать. Ну, то есть, нет специалистов на сегодняшний момент. Поэтому это ответ на вопрос, почему снимают то, как президент играет в баскетбол. Или там, почему боятся приходить депутаты от монобольшинства в эфиры. Ну, почему сюда приходили депутаты? Не все. Я согласен, что есть. Но при монобольшинстве, извините, каждый депутат – это, в принципе, политическая личность. Он, в принципе, каждый должен готов в каком-то секторе быть специалистом. Он именно там находится в Верховной Раде. Образование Верховной Рады так сложилось. Там должны находиться специалисты своего рода, а не… Ну, там должны находиться представители народа, давайте начнем с первого. И корабельные сосны. А специалисты тоже как люди выбирают? Это уже такое дело. Представители народа, ну, давайте таким образом. Эти представители народа, для того, чтобы представлять народ, должны четко понимать вообще проблематику и решение. Но если люди проголосовали за таких людей… Вы понимаете, законодательство… Так устроена демократия. Так устроено наше законодательство, что представители народа, извините, поскольку избирательное законодательство, власть сделала, делает под себя и сделала под себя, что представители народа туда не прорвутся в принципе. Начиная от барьеров, залогов, заканчивая партийной диктатурой, заканчивая… Попробуйте партию в Минюз сходить, зарегистрировать. Заканчивая вот этой коррупционной огромной составляющей. Поэтому это очень большая абстракция, что они избранники народа.